так ну это мы создали теперь давайте создавать уже вот то есть возьмем с вами тоже куб создадим возможно сначала площадку просто ниже игрек сюда перенесемся смотрим с по игре куб потом с по игре куб так как потом СПХУ И нам надо перенести вот этот на то место, где у нас должна быть пилпочка сверху смотрим и говорим, что вот здесь должен быть вот тут и скажем, вот этого объекта сатарижен 3D курсор для чего? потому что я хочу проверить, как он будет действовать при повороте не будет ли он задевать это лучше всего проверить сразу смотрим сверху и начинаем R возьмем сейчас R по Z и крутим и увидим, что он тока-тока вот он врезается уже вот тут по силу чуть-чуть отодвигаем G по Y вот так делаем еще раз R вот теперь оно проходит вот так в крайний случай можно этот всегда подвинуть G по Y вот сюда все теперь все хорошо но я забыл что он может быть и выше тогда он не будет задевать ее лучше пускай будет так все хорошо отлично далее можем переключиться сюда сразу же выбрать Реобрыв или же простое было сделать ящик полой и все но это слишком просто для нас поэтому мы сделаем сейчас Ctrl-B Reset или Transforms и Ctrl-B теперь равномерно сколько там вот это 0 это 2 это 3 вот так и оставим 3 достаточно далее мы должны сделать с вами еще стенки теперь стеночки да давайте делать чушь кубик смотрим сверху выводим его примерно на середку поднимаем S по Z какая у нас будет величина этого амбара вот я на перебор S по Z чуть меньше делаю 5 минут 5 минут 5 минут 5 минут так давайте мы вот это удалим чтобы не мешалось здесь скажем S по X сделаем толщину стенок теперь поставим на место G целовека может быть уменьшим чуть S по Z или S по Y тогда мы получим стенку первую ну смотрится она пропорциональна ничего не могу сказать может быть чуть пошире еще с по Y зажмем shift аккуратно погоня вот то же самое сделаем если нам надо опустить чуть-чуть это будет GZ и shift зажимаем и потихоньку а оно слепилось да отлично P selection опускаем вот смотрим эти ребра это и это мы должны будем Ctrl B сказать подогнать примерно по той же самый радиус не обязательно точно но примерно уже хорошо далее мы должны выделить эту штуку сказать что наш объект Caterision имеет курсор в середине кстати этот курсор нам надо бы уже и перенести ну пусть будет хотя вот сюда его да вот так то есть мы говорим что объект Caterision 3D курсор выбираем все трансформации говорим что у нас Mirror вот у нас становится туда куда нужно далее мы просто вот этот дуплицируем Shift D поднимаем наверх по оси Z смотрим сверху Z и опускаем так видим что серьезно высота я сейчас загружу еще одну картинку дело в том что сайт поражен вирусом и мальчик ругается мы видим что параметры очень по длине все нормально а вот по высоте мне кажется можно уменьшить SPZ вот так там небольшие легковые автомобили поэтому это будет нормально вот так будет прилично более менее кстати мы не зацепили вот эту да она у нас получилась толще тоже скажем SPZ потом еще сделаем теперь уже все вот это вместе опускаем вниз вот теперь все хорошо отлично далее нам надо сделать будет это вот место он так понимаешь что эта верхняя она в этом плане немножко ниже вернее это часть ее так как вывернуться отсюда да очень просто мы просто режем контроль понимаем понимаем он не хочет поэтому мы обведем эту штуку возьмем у нас резчик я тут висит и вот тут поэтому отрежем да и все вы у нас не поиграетесь особо ребята с нашего двора аккуратненько будем тогда выбирать вот эти вот висит висит соединили F. Классно. Ну, а далее здесь нужен нам вот этот. Закрывашка такая. Здесь и здесь. Поэтому сейчас мы сделаем вот так. Ctrl-B. Shift-A. Мы возьмем с вами кубик. Кубик выведем наружу. Ну, тут все ясно. Здесь еще сверху какой-то охладитель стоит или еще что-либо. Здесь сделаны пазы. Сюда вставлен вот этот. Нижний. Дверь. Ладно. Дальше мы сделаем тоже. G. С-Y. Примерно вот так, да? Далее S просто смотрим. Говорим себе, что по Z он очень велик. Что без проблем уменьшается. По Y сдвигается. И вот сюда ее. Тоже по Y ставим на место, где оно должно быть. Дальше мы ее Shift-A, Shift-D. Переносим Y. Сюда. Ее мы сохраняем. Но от него делаем увеличенную копию. То есть Shift-D тоже. Shift-D. Поднимаем наверх. Разы. Оставляем. А этот мы малость по S по X. Сделаем пазы здесь. И чуть-чуть по Y. S по Y. Буквально немножко. Так. И теперь Это мы должны слепить вместе. Сказать и play. Чтобы удобнее было. И теперь говорим, что Вот это надо нам выбрать из вот этого. Говорим difference. Есть. Получаем. Эту вещь мы с вами По всем параметрам Вот здесь Опустим. Мавычка. Здесь. 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 Ctrl-D. Давай. Вот так. И теперь Можем Просто опустить G Вот она тут и была. Стоп. Я ползаю туда дальше. Так. И тоже По X раздвинем S по X Чтобы она туда встала. Отлично. Так. Далее Ничтожишь Смещусь Мы говорим Еще раз Shift-D Поднимаем По Z Переворачиваем По X R X 90 градусов Тащим Сюда вот Иди Если правильно сказать Переносим Так и видится Какой черт Который Начнет мне говорить Что ни дырка Ответствие Не тащим И переносим R Им же делать Нехрену 90 градусов Вот они Ищут В том Что считают Все правами Чаща Чащи Так и теперь S По Y Ну а с вами Прекрасно Справились Хотя Видно Что вот Это Тоже Справилось Так Вот тут Я бы Такой Чтобы Выкинул Все То есть Взял Тройка 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 Иначе у нас Вытянутые Получаются Эти ребята Если мы просто Ее увеличиваем Да Но Вытягивается А так Мы можем Ее сейчас Потянуть В G По Y И она Не меняет Закругление Можем Было Конечно Сказать Да Но нет Мы так Не можем Поступать В G По Y Есть Что у нас Время 14 минут И там было 5-20 Вот не знаю Как точно Выглядит Вот это место Но догадываюсь Что 3 Колеса Там нужно Будет поставить Кроме этого Здесь делать Отверстие То есть Shift A Нет Shift A Где у нас Тут Цилиндр Цилиндр По оси RX 90 Тащим Переносим G И Немножечко Уменьшаем Может быть Даже Поднимем Вверх Вот так Теперь Скажем Что Вот это Нам Надо Вырезать Из Вот Этого Хорошо Далее Видите Мы как бы Связали Это все Да Но Развязывать Тоже Не так уж Сложно Мы идем Теперь В другой Монус Выделяем Это все А И Говорим Что Вот это Нам Надо Разделить Это П Здесь Мы Выбираем Вот Луз Отдельная Партия И Теперь Б Нам Ничто Не Помешает Выделить Вот Эти Партии Давайте Мы их Сразу Подвинем Куда Нужно G Сначала Shift D Потом G По Y Я вам Говорил Ребята Что Надо Сначала Делать Колеса G По Y Y Y Вот Так Ровень Поставить Сюда Так И Теперь Нужно Как Здесь Нарисовано Поставить Эти Мы Видим Что У нас Очень Высоко За счет Того Что Мы Сделали Она Может Насращаться Можем Ее Опустить Это Без Проблем Так Сейчас Мы Сюда Поставим Кубик Мэш А Где он Там Куб Вытягиваем Магнистер Сюда Тянем По Иксу С По Иксу Нет Не тянем Увеличиваем По Иксу Вот так Где-то Так Смотрим Сбоку Ясно Что Икс Нас Тоже Интересует Сбоку Сбоку Вот так Ставим Все А дальше Мы можем Просто Напросто Это все Взять И Опустить Надеюсь Все выделил G Каза этого Не все выделил Почему Будет Процедур Ну Так Вот Теперь Все Красиво И Хорошо Теперь Даже Можно Наверное Его Попорционально Немножко И Увеличить С По З Вот так Сделаем Вот так Сделаем А эти Две Просто Перенесем Наверх Это И Эти С С помощью G Поставим Вот так Теперь Оно Гронично Пропорционально И Выглядит Законченным Кроме Вот этого G Наверх Теперь Эспозет Все Закрыли Щели Отлично Замечательно Утого У нас Этот Готовый Можем Покрасить Чего Отрендерить И Продать Ну Потом Будем Делать В следующем Видео Сделаем Эти Три Машинки Потому Что Хочется Чтобы У нас Все Было Так Как Положено Да Ну Этому Заканчиваем Заканчиваем Заканчиваем